Всем привет! Я Губьянов Роналдо, базовый боксер. Я из города Казани. На этом турнире постараюсь показать себя и постараюсь удосрочить своего соперника. Всем ассаламу алейкум. Меня зовут Чахал Бэдддин. По прозвищу узбекский левша. Я из Узбекистана. Я пришел в Топ-Док, чтобы открыть свою историю. Продолжит наш турнир. Битва между нокаутером и бойцом, которому нравится не только раздавать, но и пропускать удары. А значит, нас ждет не только зрелищный бой, но и, вероятно, яркое его завершение. Встречайте его участников! Далеко не футболист Роналдо Губьянов! Далеко не футболист Роналдо Губьянов! Кандидат мастера спорта по боксу из столицы Татарстана. Путь жизни которого определило не имя, а сердце. Ведь с самого детства он предпочел боксерские перчатки, а не футбольный мяч. Неоднократный чемпион Республики Татарстан по боксу, одержавший победы и на проспекте, и на голых кулаках. А после каждого своего боя заявлял, что ему приятно как получать, так и бить в ответ. Посмотрим же, что он скажет сегодня. Но прежде мы хотим услышать, что скажут его кулаки и ваши овации при приветствии. Его соперником станет уверенно ворвавшийся в топ-док узбекский левша Шахамеддин Егама. Субтитры делал DimaTorzok Мастер спорта по боксу из Узбекистана, города Яйпан, деревни Димлат-Ботир. Увидев которого впервые, мало кто разглядит беспощадного нокаутера, которым он без сомнения является. Живет и тренируется в Санкт-Петербурге, откуда приехал к нам с четырьмя досрочными победами в местном промоушене. И оглушительно громким дебютом в топ-док. Где выйдя на бой андердогом в первом раунде, буквально уничтожил грозного оппонента. Сначала проломив ему корпус, а потом забив с нескрываемой жестокостью. Посмотрим, удастся ли ему провернуть подобное сегодня. Шахамеддин Егама! Шахамеддин Егама! Шахамеддин Егама! Внимательно слушаемая команда, правила не решаем. Желаю вам удачи, пожарные люди. Судья, судья, судья. Бубригарская компания «Алимбет» страхует первую ставку новых клиентов на 100% и возвращает до 10 тысяч рублей, а еще дарит бонус 500 рублей по промокоду «Удар Алимбет». Максимум от игры. Итак, поехали дальше. Бой под номером 2 и сразу с места в карьер берет. Сразу же два удара есть корпус от узбекского «Левши». Он работает в ближнем бою, не получается выйти на дистанцию, толкает. Откровенно, откровенно мы помним его первый бой здесь на турнире, на прошлом турнире. Очень уверенно с соперником разобрался. Показал действительно очень хорошую грамотную работу «Левши». И вот с этим как-то Роналдо придется существовать. Вот сейчас хорошо провалил, сразу догнал справа, но не попал. Второй бой против представителя из «Ноунейм Промоушен» у узбекского «Левши». Получится ли удержать на дистанции у Роналдо, который также называет себя Месси, немножечко в шутку. Сейчас он работает первым номером, пытается сам пробить в корпус. Да, нужно больше работать справа, конечно. Роналдо здесь взрывается атакой, но летит без подготовки Шахабедин. Поэтому Роналдо спокойно все это парирует ногами. Атака передней рукой здесь проверяет Роналдо. Работа передней рукой очень важна здесь, потому что работают в зеркальных стойках. И опять такая тайская скрутка практически в исполнении Шахабедина. Так делать нельзя. Это будут санкции, будут штрафные очки. Уже второе, да, между прочим, предупреждение было. До этого он жестко попал в корпус Роналдо. Хорошо передней рукой щупает дистанцию Роналдо. Опять же, нужно свою переднюю руку накладывать сверху. Спала атака. Но, кстати, неплохо выходит у своей атаки, Шахабедина еще раз заходит вперед. И оказывается на конкурсе Роналдо Багуянов. Вижу, как переживает Денис. В данном случае человек ангазированный по вполне понятным причинам. Готов продолжать Роналдо. Денис характер у этого парня. И раунд закончен. Раунд. Каждый раз, да, через корпус идет голова, корпус посмотрите. Но правильно Шахабедин же все делает, да, грамотно, этого не отнять совершенно. И вот тут, опять же, такая прям реально тайская скрутка в исполнении Шахабедина. Уж не знаю, есть ли навык у него, а здесь попал по печени. Сколько пропущенных по печени, огромный коэффициент, три семерки. Надеюсь, это на счастье, поможет моему сокоманднику. Уж извините, что я за него так переживаю. Да, тут, как говорится, из песни снова не выкинешь и снова атака хорошая. Попадание в область виска была от Шахабедина, снова корпус. Очень, очень хорошо работает на ногах, конечно, Шахабедин грамотно готовит свои атаки. Его левая рука, это настоящая угроза. Ой, там выпадает Роналдо! Неплохая, неплохая серия в исполнении Роналдо. Ну вот, постоянно ищет туловище, постоянно проверяет по корпусу Шахабедин. Это правильно, это одно из главных оружия левшей. И здесь опять врывается, попадает Шахабедин. Нельзя путаться в ногах, в любом случае Роналдо. Он как-то так подныривает от соперника, видимо, не успевая за его движениями. Но очень резкий стат, конечно, у узбекского левши. Так, ну смотри, как взгляд поменялся у Роналдо, прям появилась злость. Попал, перестроился немножечко. Вот сейчас сам попадает справа, отлично. Как будто бы головами столкнулись, но опять же, в зеркальных стойках это случается гораздо чаще. И мне кажется, все-таки Роналду надо больше проваливать, протягивать соперника под левую руку и контратаковать справа. Мне кажется, он видит это движение, но не всегда успевает. Ну и не проваливает. О, сейчас сам хорошо попал боковой в корпус. Еще раз попытается, хорошо за нервом проваливается. Вставай, вставай, вставай. Подустал, подустал Роналдо. И еще раз оказывается на Камасе даже без ударов. Ему просто тяжело физически, это нокдаун рефери, абсолютно прав. Отсчитывая, да, потому что, ну, это условно у фото боя. И ногу, по-моему, травмировал. Ой-ой-ой-ой, вот это будет совсем неприятно, это будет совсем сложно. И, конечно же, Шахабедин попробует доработать. Здесь еще 20 секунд. Роналдо на характере, не сдается снова на полу. Вставай. Тяжело. Это по-настоящему тяжело. Еще один нокдаун. Наверное, достаточно. Наверное, хватит. Тем более с такой травмой. Стоп. Конечно, надо останавливать. Это аут. Все, победа. Вторая победа Шахабедина Егамова. Денис Марков, 2-0. К сожалению. Желаем скорейшего восстановления Роналду Губиянову. Надеемся, что повреждения, полученные им, окажутся не очень серьезным. Но, похоже, что это не так. Обидно. Обидно. Были у него успешные моменты в этом бою. Когда он подхватывал атаки, сам контратаковал. Шахабедин сегодня был просто стремителен и неудержим. Вот сейчас вы знаете, как хорошо попал Роналду. После этого он почувствовал, поменялся взгляд, начал работать. Но куча пропущенных корпус сказались. Сказались на выносливости бойца. Безусловно. Это так. И я думаю, что именно эту цель и преследовал изначально Шахабедин, отрабатывая по тулмичу. Оформит нокдаун от удара по печени. Но, по крайней мере, после этого попадания Роналду взял колено. Ну и слушаем вердикт. В этом героическом сражении есть победитель остановкой угла во втором раунде. Им становится Шахабедин Егама! Поздравляю тебя с очередной победой, очередной досрочной победой. Интересно услышать, какие цели ты ставишь и какие планы у тебя в этой организации. Всем ассаламу алейкум. Спасибо моему сопернику. Я выхожу в ринге, радиаться. Аплодируйте не меня, а моему отцу. Спасибо. Спасибо. Достойная, достойная речь. Может быть, есть какой-то соперник, с кем бы ты хотел подраться в будущем? Кого дадут, с тем и будешь. Да. Отлично. Давай вручим тебе подарок от нашего партнера, букмекера Алимбет. И будем ждать твоих выступлений как можно раньше. Аплодисменты. Шахабедин Егама, узбекский левша. Роналдо, я думаю, всем зрителям, во-первых, все хотим тебе поаплодировать за твой характер, за твое желание биться до последнего. И хотим, чтобы ты рассказал, что случилось с ногой. Да чуть-чуть, видимо, прогнулось, когда шаг назад делал, и в другую сторону нога прогнулась, где колено. И все, заболел от шток. Ну, вроде более-менее сначала было, потом сел и уже прогнулась колено, и не мог встать, тяжело было. В любом случае, ты молодец. Я также хочу тебе вручить подарок от нашего партнера Алимбет. И в будущем мы ждем тебя снова. Как ты думаешь, сколько у тебя времени отнимет эта травма? Что еще раз? Эта травма, как думаешь, сколько времени отнимет у тебя? Ну, я не знаю, посмотрим сейчас, как будет проходить восстановление. И дальше уже думаю, как восстановлюсь. Будем снова начинать подготовку. И думаю, с помощью моих тренеров, ребят, менеджера. И думаю, стал намного сильнее. И ворвусь в рейтинг. И думаю, заберу персень когда-нибудь. Хорошая цель. Роналдо Губиянов выступал для нас сегодня. Кирбидин, я тебя поздравляю с этой победой. Я смотрю твой второй бой вживую, и это колоссальные эмоции. Меня удивляет, как в таком маленьком теле так много духа, так много силы, так много напора. Расскажи об ощущениях, об эмоциях после боя. Хотелось бы тебя послушать. Субтитры создавал DimaTorzok Был такой вопрос, на который он не смог ответить в ринге. И попробуем перевести, с кем он будет, хотел бы провести свой следующий бой. Всем привет, меня зовут Татарский Александр. Представляю город Киров. Приехал в Уфу за победой. Соперник серьезный, Никита Никитин. Техничный боец, но мы с ним не будем боксировать, мы будем драться. Покажем зрелищный кровавый бой. Всем удачи. Приветствую, я Никитин Никита из города Чебоксар. У меня претенецкий бой с питбулем татарским. Хочу показать красивый и зрелищный бой. Всем удачи. Мы подошли к основным событиям нашего сегодняшнего турнира. И прямо сейчас вы увидите бой, победитель которого завоюет право биться за перстень в весовой категории до 77 килограмм. Встречайте первого полуфиналиста, свирепый цербер Александр Питбуль Татарский. Музыка. 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 Яростный кулачный боец из чаще вятских лесов, который, врываясь в ринг, моментально кидается на своего противника и преследует его, пока не настигнет. А настигнув, вцепившись мертвой хладкой, доводит дело до конца. В его истории нет больших побед на спортивном ринге. Все его битвы проходили за пределами официальных соревнований. И именно в этом его сила. Он привык драться до конца. Давайте же пробудимся и поприветствуем вятского воина! Александр Битбуль Татарский! Но ослеснется с ним за право биться за перстень, неумолимо идущий к своей цели, Никита Никитин! Субтитры сделал DimaTorzok Опасный боксер из столицы Чувашской республики, города Чебоксары. Призер Кубка России по юниорам, победитель всероссийских и международных соревнований. Провел три боя на Топ-Дог и один на проспекте. Везде одержал победы и подарил нам ряд запоминающихся нокаутов и нокдаунов. Плодотворный работает не только по голове, но и по корпусу. Закладывает настолько плотно, что лишь один его соперник смог покинуть ринг самостоятельно. Я понимаю, что вы устали от большого количества слов и долгих перерывов, но у нас осталось три боя, и ваша поддержка нужна нам как никогда! Никита Никитин! Олимбет представляет уникальную программу лояльности, бонусный клуб. Делайте ставки, получайте фрибеты, деньги на счеты кэшбэк до 20%. Бонусный клуб Олимбет для тех, кому всегда мало. Интереснейшее противостояние, но других сегодня в общем и не было. Да, не верят совсем букмейкеры в Александра Татарского. Посмотрим, сможет ли он удивить их и нас. Никита, кстати, уже сколотил себе такую довольно приличную фанатскую базу, которую очень хорошо слышно. Не спешит кидаться вперед Александр. Это правильно, это правильно, потому что Никита очень хороший, чувствителен и подвижен на ногах, поэтому свои атаки нужно вымерять и готовить. Не такой уж большой. Никита Никитин. Сюда того, что Александр, буль Татарский был недовесок, просили его спуститься в 70. Старш, он отрабатывает корпус. Ну вот есть свои поклонники, конечно же, и у Александра. Несомненно, конечно. Проверяет передней рукой, также готовит боковой удар Никита. Аккуратненько заходя под переднюю руку. Александр Татарский сейчас встречает дальней рукой. Ну вот как раз и Александр должен здесь пытаться забирать на ближней дистанции, отрабатывать по туловищу, закислять максимально, сделать Никиту менее подвижным. Да, ну вот в этих моментах будет искать свое счастье. Александр Татарский очень жестко пробивает в корпус. Пока что так не нравится все это Никите Никитину. Проверил слева. Промаг. Молодец, Александр хорошо здесь сам ногами отработал. Не спеши, да, потому что не туда. Это в защиту. Как будто могло показаться, что удар дошел до цели. Пока Никита сам корпус не проверяет. Поджал Никита Никитину. С стену Александра Татарского попытается сблизиться. Александр хорошо закрутил. Молодец Никита, здорово закрутил, но без ударов пока. Ну что, потратил этот раунд на разведку Никита. Александр в своей, в общем, традиционной, излюбленной манере старался работать. Никита пока ударов не получает, но при этом сам особо ничего не наносит. Хороший сейчас слева сбоку был. Продолжает на таковой александр. Снова попытка пробить слева. Хорошо цепляет передней рукой. Пока все. АПЛОДИСМЕНТЫ Я согласен, потому что Никита в этом раунде практически ничего не сделал. Не смог, не прочувствовал, как-то не совсем понятно. Вот здесь, да, хорошо встретил, но сразу же получил там несколько ударов в корпус в ответ в ближнем бою. Да, при всем при том, что, в общем, Александр действует от Александра и прекрасно понимал, что он будет делать. Но пока работа на контратаках не работает. АПЛОДИСМЕНТЫ Сложно работать с клинч. Сейчас Александр снова сближается. АПЛОДИСМЕНТЫ Пробивает. Попал. АПЛОДИСМЕНТЫ Снова пробивает. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Где сайдстепы, где провалы, где оттяжки в исполнении Никиты пока непонятно. Ну, очень быстро сближается Александр. Да, да. Это его козырь. Это его одна из сильнейших сторон вот здесь попытался атаковать Никиту. Здорово. АПЛОДИСМЕНТЫ Но бросается же Александр. Откровенно бросается вперед на противника. Но почему-то... Я так понимаю, что за счет вот этих коротких рычагов его очень тяжело вязать. То есть не получается просто взять, завязать руки и войти в пассивную паузу. Продолжает все равно любая ближняя дистанция и Александр бьет. Бьет. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот опять же он валится. Он валится за ударами, но Никита его за это не наказывает. Почему-то счет на попытке атаковать. Снова залетает буквально в атаку. Честно глядя в глаза, без подготовки Александр. И снова Никита не может его контрить. Вот здесь вот подзавязал уже. Не пропустил он сейчас ни одного удара в нижней дистанции. Да, пожалуй, такой пока. Хорошо. Вот здесь попадает Никита. Разворачивает соперник. Александр был готов уже атаковать. Но не стал. Вовремя остановился. С ногами, идем за ногами. Вовремя остановился. Никита. Мимо. Передняя рука уже цепила. А вот сильнейший уже промахнулся. И вновь влезет в эту борьбу. В эту вязкую работу. Оп. 10 секунд. Александр. Есть рассечение. Появилась кровь. И рассечение это как раз у питбуля. И раунд заканчивается. Показали Никите, что все он делает правильно. Я, честно говоря, с этим не очень согласен. Вопрос, как будут учитывать вот эти все многочисленные. И полностью то, да, на дистанции Никита Никитин попадает более жестко. Больше. Но насколько количественно все это смотрится в пользу Александра. Но опять же, да, мы давай поговорим о том, что было в противовес. Что показал Никита в этой связи. Несколько раз встретил удачу. Да, да. Был удар очень хороший. В разрез слева. Посмотрим, какие несут коррективы в угол Никита Никитина. Продолжаем. И пошел опять в атаку. Александр, конечно же, он всегда так делает. Он всегда так работает. Опять же, провоцирует соперника передней рукой Никита. Срывается в атаку Александр. И тут же получается, что Никита вязнет в этом клинче. Идет вперед. Бросается, опять бросается. Прямо головой вперед ныряет в эту атаку Александр. Резко, быстро. Забирая моменты при этом. Потому что не успеют его встречать Никита Никитин. Он не успевает нанести никаких ударов. А вот Александр сыпет и сыпет корпус. Не тяжелее ли дышать Никита после стольких пропущенных корпус? Вот, кстати, почему-то Никита не использует удары снизу. Потому что сильно подсаживается под него Александр. И мне кажется, что... О! Сейчас жестко встретил с левой руки. И сейчас проваливает Никита. Никитин продолжает атаку. Еще раз попадает. Вот это то, что он должен делать. Это то, как он должен работать против такого агрессивного соперника. Стоп! Нащупал. Все-таки смог поймать свою работу Никита. Хватит ли этого для победы, не знаю. Еще целая минута, да, чтобы снять все вопросы у Никиты Никитина и у Александра, чтобы совершить сумасшедшие апсеты. Поломать просто большую кучу эспрессов, которые не были доломаны в прошлых боях. Да, кстати. Ну, у кого-то нет, кстати. Да, мы и выясняли. Пауза небольшая, мне кажется, на руку Александру. Безусловно. Безусловно. Перезаряжается. Перезаряжается. Дур идет вперед. Проваливать. Нет смысла сейчас вязать. Никитин должен что-то придумать. Двадцать секунд остается. Дерывки начинают. Как-то размашиваются в стиле Никиты Никитина. Да, Александр может сейчас постоять, уже пропустить. Это джефф. Десять секунд! Опять же, клинча. Сколько пропущенных. Да, да. И Александр Активин в нем. Он отрабатывает по тулу. Еще пытается пробить по голове. Здесь разворачивает соперника. Стоп! Ну и все. Кто ожидал? Мы еще раз посмотрим на повторах, как парни работали. Неужели этот поезд так не должно остановить? Я где-то понял, как Никита Никитин его вязать под конец. Но все равно вот эти первые полтора раунда просто насыпь ударов в ближнем бою. Но посмотрим, как это оценили суди. Насколько ли важны эти удары. Но они были, по крайней мере. В этом тесном, близком бою есть победитель решением судей. Им становится... Александр Татарский! По продвищу «Питбуль». Александр Татарский! Александр Татарский! По продвищу «Питбуль». Хочу тебе сказать, что ты сделал сегодня большой апсет. Мало кто в тебя верил. Только Мельник мне писал, чтобы я внимательно следил, как ты сегодня всех удивишь. Не буду затягивать, сразу передам тебе слово. Всех приветствую! Уфа! Эмоции зашкаливают по бою. Я думаю, равный бой был. Ну, не думаю, что я там кого-то удивил. Досрочно не закончил. Хотелось бы, конечно, досрочно. Вот. Хотел бы передать привет всем Сапарина. Я родом Сапарина, с деревни. Вот. Тренеру бы хотел сказать, поблагодарить за подготовку. Всегда помогают мне во всем. Если бы не он, моей победы бы здесь не было. Сопернику только уважение. Хороший боец. Было тяжело с ним работать, на самом деле. У тебя был хороший план? Ну, был план, да. Но мне кажется, он не особо сработал. Но... А почему тебе так кажется? Ну, не знаю, досрочно не закончил. Ну, думал, что досрочно закончил. Если по очкам, то я думал, он переиграет меня, если честно. Ну, получилось, повязать, может, из-за этого я и забрал. Не знаю. Амбициозные ты ставишь перед собой цели. Подожди немного, давай дадим. Во-первых, тебе подарок от нашего партнера «Алимбет». Хотел бы поблагодарить пацанов из Ярославля за помощь финансовую Артему. Спасибо Артему за финансовую помощь. Никита, ну, прежде всего аплодисменты тебе за этот поединок. Подарок от наших партнеров. И скажи, что ты сам думаешь по бою? Я думаю по бою. По чистым очкам я выиграл. Понятное дело, где-то в клинче. Зачем мне с ним драться? Он намного сильнее, габаритнее. Понятно, я где-то вязал его. Но по боксерски я смотрю. По чистым очкам я считаю выиграл. Но решение судей я очень уважаю. Передам привет, наверное, своей республике, конечно. Сибирским чувашам. У нас в Сибири большая община. Вам привет всем. Спасибо моим ребятам, кто приехал. Вот в чуваши у меня, как всегда, поддержка есть. Будем тренироваться дальше, стремиться. Поражение лучше, сильнее, чем победа. Спасибо тебе за эти достойные слова. Мы ждем твоего возвращения. И провожаем тебя аплодисментами. Никита Никитин! И хотим пригласить нашего чемпиона Кантемира Калажокова в весовой 70 кг, но стремящегося стать обладателем двух перстней. И он является вторым главным претендентом. Поэтому давайте сразу же дадим слово Кантемиру, чтобы он оценил этот поединок и проведем фейс-то-фейс. Уфа, всех приветствую! Я заметил, меня тут все хорошо знают. Спасибо вам всем! Вот ноги меня узнают. И вот для меня вот честь вот тут на 77 драться с Александром. Вот смотрел его бой от начала до конца. Он вот выиграл бой. Первые два раунда он забрал. Ну, третий такой был, проиграл. Но я с радостью разделю этот ринг с ним и за песни поделюсь. Ну, тогда давайте не будем много говорить и сделаем сразу же фейс-то-фейс чемпионского боя в 77 кг. Кантемир Калажоков и Александр Татарский. Ваши овации этой чемпионской паре. Спасибо. Я думаю, у Кантемирова будет достаточно одного перстня. Что я думаешь? Достаточно будет одного перстня. Ну, проверим, удастся ли тебе его остановить. Ты сделал очень громкое заявление о себе, выиграв главного, наверное, претендента на чемпионский пояс. Бой получился не совсем зрелищным, довольно вязким, но он привел к тебе победе. Поэтому, что говорить, что скажешь? Всех приветствую. Конечно, думал, что я выиграю только досрочно. По очкам я не думал, что я там смогу выиграть. Но, как получилось, был определенный план. Я пытался его придерживать. Ну, думаю, все получилось, если выиграл, как бы. Но бой равный был и не особо зрелищный. Расскажи, пожалуйста, разбирали вы с тренером манеру ведения боя Никиты, потому что было видно, что ты работал постоянно первым номером, не давал Никите пространство, не давал двигаться. И это привело тебя в итоге к успеху? Да, был определенный план, сближаться как можно чаще и не отпускать его. Но он тоже подготавливался, наверное, к этому. В клинче он тоже поработал, попадал мне. Но, да, моя задача была в основном в клинче, сближаться и работать в клинче. Он техничный боксер. Я любитель подраться, так скажем. Ну, и это привело к победе. Но, тем не менее, тебе удавалось, насколько я понимаю, сохранять эмоции и не терять хладнокровие и сохранять свой план. Поскольку ты говоришь, что любишь подраться, но, я думаю, если бы ты дрался в открытую с ним, то это сыграло бы злую шутку для тебя. Да, если честно, я не особо доволен боем. Потому что руки у меня не летели, плечи были забиты перед боем. Тяжело было работать, на самом деле. Насколько я теперь понимаю, тебя ожидает чемпионский бой с Кантемиром. Что ты скажешь по этому поводу? Смотрел ли Кантемира? Изучал Кантемир, я думаю, точно изучал. Кантемира, да, конечно, смотрел все бои. Серьезный соперник, самый серьезный соперник. Посмотрим, будем готовиться, готовиться, пахать. Спасибо тебе, поздравляю еще раз. Ага, Никит, закончился твой бой. К сожалению, закончился не так, как ты хотел. Ты шел на серии из побед и был первым претендентом на чемпионский перстень. Что пошло не так? Не подобрал дистанцию, наверное. Где-то мы ждал, а ждал, а ждал больше. Надо было, может, поддавливать его. Ну и клинч его, я готовился к этому клинчу, конечно. Но где-то не завязал, не докрутил, но все-таки с этого клинча поднакидывал, накидывал. Ну и сложилось так, как сложилось. Ну да, было видно, что тебе было тяжело подобрать ключи к его манере ведения боя. Они явно тебя разобрали, это был их намеренный какой-то план на бой. Тебе вообще тяжело работать, когда против тебя работают первым номером? Да нет, на самом деле я же жду. Я наоборот, второго номера, второго плана боксера. Мне кажется, мы оба не подобрали ключи. Мы оба такие не поняли, но судьи решили за то, что он победил. Такое решение. Ну и расскажи, какие планы дальнейшие, что ты сейчас чувствуешь вообще? Конечно, обидно, что подвел команду. А так я отдохну. Поражение сильнее учат, чем победа. Ну, все в общем. Приветствую всех. Я Магомед Магомедов по прозвищу Черная Кобра. Сейчас вы увидите мой бой против Хантера. Что могу сказать о сопернике? Хороший, крепкий парень. Но я пойду до конца и заберу эту победу. Приятного просмотра всем. Ребята, всем привет. Меня зовут Ильнар Ишимбаев по прозвищу Хантер. Я из города Ишимбай. Сегодня я дебютирую в новом для себя промоушене. Топ-дог. Но я не дебютирую для своей аудитории, для своих фанатов. Что стоит от меня ждать? Как обычно, это заворачивающие представления. Возможно, и много крови. Поэтому не моргайте. Прямо сейчас, в соглавном событии Топ-дог 25, в ринг выйдет представитель Уфы. Прошедший через наибольшее количество боев на голых кулаках. Боец, который сменив октагон на сено, наконец-то будет биться у себя дома. Но прежде, давайте поприветствуем его противника из города Магнитогорска. Магомед Черная Кобра Магомедов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сложная задача для любого, кто разделит с ним ринг. Кандидат мастера спорта по боксу и неоднократный победитель чемпионатов России по рукопашному бою и боевому самбо. Благодаря хорошей базе борьбы готов сховать в ближней дистанции любого. Собрать силы и устроить один из самых сложных боев в карьере. Его невозмутимость и спокойствие обескураживает, а стиль заставляет соперников ломать голову. Как все-таки донести свой удар? Давайте покажем гостеприимство и поприветствуем гостя! Но доносить удары будет тот, кто умеет это делать лучше всего. Башкирский Батыр и потомок Салавата Юлаева! Эльнар Хантер Ищимбаев! Салават Юл! Бывший чемпион хардкора, за спиной которого не только пояс, но и 16 боев на голых кулаках. И все эти бои были не шахматной партией и игрой на джебе, а самыми настоящими битвами, наполненными кровью и волей. Бескомпромиссный стиль и несгибаемый характер ковали его историю и создавали славу одного из самых зрелищных бойцов индустрии. Весь Башкортостан знает, кто это. И сегодня он не только в первый раз будет биться в топ-ток, но и, наконец, впервые проведет бой на родной земле Ильнар Ишимбаев. Ильнар! Ильнар! Бокмигерская компания «Алимбет» страхует первую ставку новых клиентов на 100% и возвращает до 10 тысяч рублей, а еще дарит бонус 500 рублей по промокоду «Удар Алимбет» максимум от игры. Сок, главное событие сегодняшнего турнира. И снова интрига, и снова очень интригующее противостояние. Давайте посмотрим. Сразу хочется отметить, что не такой уж и маленький Ильнар, оказывается. Поднабрал он к этому бой, работает сейчас маятником. В правосторонней стойке действует Магомед. Достает сейчас. Заталкивается опять рука в сено, моментально разворачивается Ильнар. Заходит в атаку, чуть-чуть потерял равновесие, и в кокинном клинче сходятся парни, отрабатывает с правой руки жестко и пытается сбросить соперника с себя Ильнар. Заходит за спину, отталкивает, и бой снова не поставил. Оношко срабатывает. Ой, попадает сейчас, попадает, но удерживается, ношко с клинча. Очень опасно головой, конечно, вперед идет Ильнар, но, опять же, разный стой, к сожалению. Появилась кровь, только вопрос у кого. Продолжает оставаться на дистанции Магомед, хорошо проверяет передней рукой. О, уже шло, попадает дальнюю рукой. Стоп! Головой опасно. Немного пасек оппонента Магомед. А, Иса получил рассечение, кстати. Корпус сральной рукой пробивает Ильнар Магомеду. Так, попадание пальцем в глаз похоже. Магомед показывает, что были нарушены правила. Там есть еще рассечение на волосистой части головы, сзади, на затылке у Ильнара. Но вряд ли оно как-то ему помешает, только лишь добавят колориту этому бою. 20 секунд до конца первого раунда, снова заходит в атаку. Очень неплохо Ильнар. Идет справа, пытается здесь подхватывать Магомед. И снова клинч. Активно работают парни. Пробивая по животу. Там, кстати, серьезное рассечение у Магомеда. И попадая справа и слева, на выгодная. Сразу пытается сократить дистанцию. И снова, снова все завязывается в клинче. Пробивает несколько ударов Магомед. Разворачивает его Ильнар. И раун закончен. Хорошо, хорошо. Молодец, молодец. Молодец, молодец. Все отлично, потерпи, Магомед, потерпи. Но в то же время, вот здесь неплохо на дистанции действует Магомед. Много-много атак у нас в ближнем бою не простаивают там бойцы. И просто лиснут друг на друге. Постоянный размен на ближнюю дистанцию. Сам попал Магомед. Он левша. То есть, в принципе, ему с дистанции поработать бы, наверное, было бы сподручнее. Но он в целом и сам не против клинче, насколько мы помним его предыдущие бои. Разрубились. Пока он пустает, Магомед пропускает сам навстречу. Идет вперед Магомед. Тут же, тут же, посмотрите, пробивает и по ментальной инициативе перехватывает здесь. Уже Денис Цитенко перехватывает инициативу, растаскивая парней. Кстати, потерял вот это вот хладнокровие Магомед здесь. Хорошо. Плохо сейчас на ножках отработал. Встретил. Филинар, держишь? Не держи. Не дергай. Стой. Пытается идти в правую сторону Магомед. И это, в общем, правильно. Или попытаться провалить по правую руку. Хорошая двойка от Магомеда. Здесь гнет сопернику он к землице. К родной, кстати. Клинчая нависая сверху. И перевод карта. Но Магомед умеет. Магомед практикует. И мы сами знаем, у кого учился Магомед. Да, сразу за это извиняется. И продолжает бой. Уже на голых кулаках. Пауза небольшая. Продолжается шахматное движение. И вот тянет, тянет. Пытается вытянуть соперника на себя Магомед. И получается. И получается. Все правильно делает сейчас Магомед. Как раз Ильнару надо наоборот активнее заходить в атаку плечами. Атаковал сейчас Ильнар. Очень неплохо. О, ну это уже просто проход в ноги практически. А вот, как мне кажется, именно прямо в объятиях Магомед ездит намного результативнее. Вот чуть-чуть, если оттягиваться, то там Ильнар наносит больше ударов. Они намного акцентируют не опаснее. Зацепил. Зацепил сейчас Ильнар. Усук убил рассечение противнику. По животу отработал Ильнар очень качественно. И вот здесь, по-моему, уже даже на галинейте был готов зайти. Магомед и Супермен-банч. Опасно движение головой. Потеряно, кажется, со всей концентрацией, хладнокровие. Просто уже готов драться Магомед. В целом он обещал. Он сказал, что это будет не тот бой, который вы привыкли от меня видеть. Вы увидите размену. Но здесь много, много ближнего боя. Но насколько это напряженно выглядит. И сам бой. Очень серьезное рассечение у Магомеда. А мы пока посмотрим на повторок, как парни сражались в этом раунде. Дальние руки пытался пробить Магомед, чтобы сократить дистанцию. Очень много сам напропускал там ударов. Понятно здесь, для кого выгоднее глини. 101 бывает результативнее. Потом второй перехватывает инициативу. Может быть, обоим стоит поработать на дистанции. Вот этот Супермен Панч без удара. Закончен перерыв. Ну что ж, последний бой, он трудный самый. Третий раунд. Таймс, третий раунд. Не такой большой коэффициент на Магомеда. Но все равно еще андердогом он является опять тычок глаз. Попадание пальцем в глаз. Надо проморгаться. Восстановиться. Не берет совсем времени, Магомед. Кажется, и время подышать есть. Восстановиться. Чтобы получше видеть, как минимум. Обой продолжается. Зацепил. Зацепил сейчас двумя ударами противника. Ильнар. Снова плечо. О, левый сбоку. После команды ударил. Да, действительно было дело. Хорошо был отец. И хорошо, что это не засчитали. Да, да, надо вести себя прилично. Конечно. А то и бывают и бутылки летят. Ну, если только можно засчитать этот разорок. Ну, да, полотенце и бой бы закончился. Но бой продолжается. Осталось что-то минуту, чуть больше. И там и головой, и плечом работает Ильнар. Уже как получается. Просто отчаянный замес такой происходит у нас здесь, вблизи. На этой дистанции. Очень вязкий поединок. И здесь оба сражаются за инициативу. И снова борцовские навыки свои демонстрирует Магомед. Просит завязать ему шнурки. Денис Анатольевич сразу вмешивается. Лишь, что бой продолжался. Смотрим, смотрим. Хорошо поднырнул. Наседает час. Нет нокдауна. Нет нокдауна. Конечно же, все в порядке. Соломинка такая повисла до головы у Магомеда. Хорошо, сейчас ближней рукой работает. Передняя прострица уже. Буду начинают. 20 секунд до конца этого драматичного и очень эмоционального боя. Устали оба. Видно, что оба наелись, намахались уже. Но надо сражаться. Это концовка поединка. И надо попытаться ее забрать. Заходят со сдвоенным слева. Попытался сдвоить удар. Ближний бой. О, попадает. Ильнар нависает на нем Магомед, сваливая его на канвас. 10 секунд. Смотрим. Без ударов решил сократить дистанцию Магомед. Десять секунд осталось. Десять секунд осталось. Унижать бой! Бой! Опять Сирубнин в капу. Но здесь вся этого делать нужно потерять зубы. И заканчивается этот напряженнейший бой. Не дали нам бойцы передохнуть перед финальным боем. Все прошло. Все было очень нервно. В высшей степени эмоционально. Весь турнир прошел в этом ключе. Хоть где-то был вязкий бой. Много ближнего. Размены за разменом. Размены за разменом. И на дальней дистанции. В ближнем бою. Смотрим. И попадает Ильнар. Гнут потом пытается отработать плечом. Не давали ему в предыдущих боях это делать. Потому что, видимо, не позволяли правила. Но здесь можно. Ксении можно себе позволить поработать с мячом. Здесь подсогнувшись. Идет вперед Магомед. Снова подвязывая. Призывая к ближнему бою. А, кстати, а кто здесь выиграл? В этом напряженном поединке победу решением большинства судей одерживает Магомед Магомедов. Я... Секунду, 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 секунду. Я прежде всего скажу свое слово. Мое слово заключается в том, что с моей позиции отсюда я категорически не согласен с этим решением. Все, что я могу сейчас сделать, я могу быть неправ, я зритель. Не я сужу, я не принимаю здесь решения. Но чисто от себя я бы хотел поднять руку Ильнару Ишимбаеву. Мне кажется, мне не хочется вообще... Я понимаю, как это может выглядеть. Я не согласен с этим. Я понимаю, не хочется оскорблять спортсмена нашего, но это как выглядел Магомед с моей стороны. Мне показалось, Ильнар нанес больше точных попаданий. Но мне так показалось. Я обязательно пересмотрю этот бой на камерах. На данный момент у меня такой взгляд на ситуацию. И если там... Я посмотрю с нашими судьями этот бой и постараюсь сделать все возможное для того, чтобы было вынесено справедливое решение. Правила апелляции там странные у Федерации бокса. Но, тем не менее, я посмотрю и потом скажу лично свое мнение, которое будет у меня после пересмотра. Тем не менее, надо уважать обоих спортсменов. Они делают большое дело. Они в любом случае сами не принимают решения. Давайте с уважением выслушаем каждого из них. Магомед, ты в любом случае молодец и красавчик. Ты делаешь свою работу. Ты делаешь ее хорошо. Ты мужчина. Я не хочу никак обесценивать твой труд. Это просто как показалось мне с моей позиции. Когда вы пересмотрите, вы увидите, я по своему чувству первый, третий раунд я точно забрал. Но у каждого у вас... Я уважаю ваше мнение. Красавчики. Уфа, во-первых. Добрый вечер. Ассалам алейкум. Хоть Ильнар дрался дома, да? А я также дрался дома. Где Магнитогорск? Магнитогорск! Короче, спасибо вам, что пришли сегодня. Такой вечер. Это настоящий праздник. Что хочу сказать. Ильнар мужчина. Я за него очень много боев болел, переживал, честно. Хороший парень. Ему место здесь, в Топ-Дог. Даня, тебе отдельный респект. Войц, Лига Топ-Дог. Спасибо за возможность отстаивать честь сегодня Лиге Топ-Дог. Я надеюсь, в грязь лицом не упал. Я дрался ни с кем, пойми. Я дрался, блин, с легендой кулачных боев в России. Денис, спасибо за судейство. Всем судям. Свою команду. Магомедов Ахмед. Толя Скрябин. Вот этого человека я готовился эти две недели. Плитбуль сегодня выиграл. С ним дрался. Никитин левша. Я его готовил. Я тоже левша. Видите, как подготовка прошла хорошо. Сегодня две победы из двух. Мой менеджер Юрий Фофанов. Спасибо. Ну что, Ахмед, Челябинский, ты здесь. Надеюсь, ты доехал. Все, всем спасибо. Только Топ-Дог. И, конечно же, хочу поблагодарить Битпапу за то, что поддерживают спортсменов. И своего спонсора Одессея. Вы лучшие. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе, Магомед. Достойные слова. Теперь давайте дадим слово местному бойцу, потомку Салавата Илаева, башкирский Бадыр Ильнар Хантер Ишимбаев. Уфа, родная. Добро пожаловать в Колизей 21 века. Не спрашивайте, зачем мы, почему мы здесь, что мы делаем с друг другом. Просто смотрите и наслаждайтесь. Это сегодня 17-й мой бой. Я счастлив, что он проходит здесь, в родном мне Башкатастане. Башкатастан. Народ Башкатастана, люди. Туганлар. Моя родина. Республика. Вы в моем сердце. Я рад сегодня здесь разделить. Мне безразлично, это клетка, песок или сено. Я везде чувствую себя комфортно. Хочу благодарить организаторов, Данила. Это супер, 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 супер ивент. Я хочу, чтобы в следующем поединке выйдет Наим Самурай. Возможно, кто-то его еще не знает, но мы с ним по любителях делили ринг. И у нас был хороший поединок. Даже с разногласием дошло до решения судения. Я хочу, чтобы его так же бурно встречали, как меня. Башкатастана, родные, не подведите. Я буду здесь рядом болеть за Самурая. Смотрите. Я вообще боец пятираундовый. Три раунда для меня вообще полная ерунда. Да, он использовал технический момент. Она наседала на меня. Я не нагружал свои ноги. Имел возможность немного разгружаться. Но смотрите. Я на самом деле прошел большой опыт. 17 боевых. Я прошел и гореч в поражении. И череду судейских несправедливых решений. Я рассчитываю на объективное судейское решение. И мой 17-й бой будет пересмотрен и останется за мной на ваших глазах, друзья. Подписывайтесь на наши аккаунты. И сидите за развитием этого события. Еще раз поаплодируйте друг другу. Вы лучшие. Шумнее. Вы лучшие. Благодарю вас. Хочу поблагодарить свой угол. Моего наставника Артура, спортивного врача. Сергея, диетолога. Каждого углового. И вот этого компания Гранд Авто в лице Антона. Это мои лучшие партнеры на протяжении нескольких поединков. Благодарю. Не хочу задерживать эфирное время. Друзья, смотрите и следите за нами. Все. Рахмат. Рахмат. Спасибо, Ильнар. Хочу вручить также за участие в нашей лиге достойное. За этот поединок. Этот бонус. И также, Магомед, ты получишь бонус лично от меня после. Спасибо. Спасибо вам. Это было соглавное событие. Магомед Магомедов. Ильнар и Шимбаев дрались для вас сегодня. Магомед, вот и прошел твой бой. Ты боксировал с очень серьезным соперником, с Ильнаром. Это был его дом, родные стены. Насколько я знаю, это был его 17-й бой. Как-то это давил на тебя. Да не то, чтобы давило. Это наоборот мотивировало, что у меня вот такой. Блин, честно сказать, я не ожидал вообще, что меня с ним поставят в Уфе. Я знал, я готовился на Уфу соперника. Я вот менеджеру Юрия Фофа, ну, один день уже звоню, говорю, ну, что, найдут мне соперника? Кого? Он говорит, ну, хотят один хороший вызов. Ну, если нет, то пролетаешь мимо турнира. Я расстроился даже чуть-чуть. И на следующий день, он говорит, Хантер твой соперник. Все. Я, честно, замотивировался. Ну, конечно, там человек легенда, я ляйна, реально. Я за него сколько смотрел, там даже болел, переживал за него. Такой хороший пацан. Ну, и самое, что мотивация была, что я представлял Лигу, топ-дог, в своем третьем бою здесь. Я уже, мне доверили такую возможность. Ну, надеюсь, всем понравился бой. Ну, я сделал свою работу. Вот как я вижу этот бой, первый, третий раунд я забрал. Второй, может, да, дал. Так, я смотрел твое интервью. Ты провел очень насыщенный предподготовочный лагерь. Расскажи, пожалуйста, как вы готовились, разбирали ли вы, или какая-то у вас была своя подготовка специальная к этому бою? В принципе, ничего такого мы серьезного не делали. Как бы, вроде бы. Я, честно, я уже года три так не тренировался. Как я уехал к Анатолию Скрябину в Кирово-Чепецк, спортклуб «Боец». Вот за две недели, за две недели он мне вот смог дать, разогнать меня, то, что у меня было когда-то, боксерское. Я, честно, я хорошо умею боксировать. Я реально умею боксировать. А у меня еще, вот видите, до первого попадания я начинаю включать вот эту свою вязкость. Ну, я ей беру, всем тяжело с таким драться, как я. Этим я и беру всех. Да, я хочу сам побоксировать, красиво где-то такое. Ну, я думаю, вот я за две недели что смог, я думаю, за месяц, за полтора-два я вообще не узнаете. Что ты скажешь по поводу желания твоего соперника пересмотреть, подать апелляцию, пересмотреть бой? Что ты думаешь по этому поводу? Ну, это его дело. Что я могу сказать? Пускай пересмотрят, пускай для интереса. Я сам пересмотрю. Ну, я его могу тоже пойти. Он дрался дома. Все публика тут в основном за него и болела. Конечно, он, эмоции вот эти. Третий раунд он не хотел драться, честно сказать. Я слышал, как он спрашивал время у своего угла. Я, кажется, за большего желания я забрал. Получается так. Желание победило. Я тебя поздравляю с этим боем. Победай. В любом случае, ты красавчик. Фильнар, закончился твой бой. Закончился довольно спорным решением. Я думаю, что ты недоволен и как бы не согласен. Готов ли ты подавать апелляцию? Конечно. Я надеюсь, что силы, авторитет лица лиги, да, ригбиста, сможет этот вопрос поднять, поставить ребром. Потому что, да, любому сопернику выходить против меня, против моего бэкграунда. Сегодня был 17-й мой поединок. Это просто шанс. Я не пытаюсь все его использовать, но нельзя списывать мяч со счетов, да, проведя столько поединков. И опять же, я оперировал своим углом. Я боец пятираундовый. Да, я не стараюсь щелкать спортсменов. Хотя, поверьте мне, я на тренировках выкладываюсь по-другому совершенно. Стилистически я всегда стараюсь работать для организаторов, для лиги. И сегодня я делаю все для своей фан-базы, для своего зрителя. И, конечно, решение такое очень-очень спорное. И я надеюсь, что мы сможем его перерассмотреть с организаторами. Потому что, ну, закрытым нужно были сни. Тем более, когда спортсмен выходит на коротком давлении и показывает неплохие поединки. Тем более, стилистически все знают о моей поединке. И сегодня было не исключением. Я старался держать хороший темп. Ну, не могу спорить судейские решения. Но я надеюсь, что будем рассматривать. Я хотел поддержать нашего земляка Наима. К сожалению, один-два раунда посмотрел. Ну, пришлось отклониться к тому, что вот... Немножко уже начинать засудить по этому вопросу. Расскажи, пожалуйста, это был 17-й бой для тебя. Где ты находишь мотивацию? Вот, я нахожу мотивацию здесь в своих зрителях. В своих зрителях. Или стилистически, да, я когда выхожу... И честно скажу, когда я пропускаю удар, я только включаюсь. И соперник играет со мной в мою игру, когда начинает со мной драться. Только когда я пропускаю, начинаются размены, я только включаюсь. Вот, ну, пусть и будет такой инсайд, но не играйте в мою игру. Серьезно говорю. У меня мои стечки, вот они меня не останавливают. Сегодня, конечно, не получилось порадовать аудиторию. Те кровопролитие, которые обычно происходят в моих боях. Но, тем не менее. Это был для тебя новый выход в новую лигу. Расскажи, пожалуйста, о каких-то ощущениях. В чем разница, плюсы и минусы для тебя? На самом деле, я ни один турнир, ни один ивент. Топ-долгу не пропускаю. Я всегда смотрю его на винке, на ударе или на кинопоиске. Всегда смотрю, покупаю подписку. Мне всегда импонировала эта лига. И самая первая заявка моя поступала именно в эту лигу. Просто, ну, чуть-чуть я опередил меня другая лига с гран-при. Вот. Но всегда мне импонировалось. Сегодня здесь, в родном для меня регионе, я смог залететь в эту лигу. И скажу, мне все понравилось. Вообще все понравилось. Да, спина вся поцарапала. Ну, блин, даже не парюсь. Мне очень понравилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!